Экскурсия на ощупь. Слепые и слабовидящие дети побывали в Парке Победы, где им рассказали об образцах военной техники времен Великой Отечественной войны. Слушая истории об экспонатах, ребята, как говорят их учителя, смогли посмотреть руками на каждый из них. Жалко, что дырк заварил, я бы пошла. То, что нельзя взобраться в люк механика-водителя или в башню Т-34, четвероклассника Гошу ничуть не разочаровало. По сантиметру он ощупал каждую деталь легендарного танка, обнаружив, что гусеницы напоминают квартирную батарею. Пересчитал каждую трубу в артиллерийской части реактивной системы залпового огня «Град», представляя, как мощный залп снарядов обрушивается на голову врага. Узнал, какой огромный был танк, пушки какие были. Это не стоят мои грушины, это ничего. Пушки огромные, танк большой, что сверху, что снизу. Слушай, а что ты знаешь про предстоящий праздник, про День Победы? Что это праздник, День Победы над фашистами. Маргарита и Наталья то ли Гошу не хотели теснить, то ли из-за подростковой стеснительности. В общем, леди пожелали остаться на расстоянии от машин, но не упуская ничего из рассказа экскурсовода. Про танки, то, что воевали девочки нашего возраста. Не думаю, что мы полезли туда. В качестве экскурсовода – учитель информатики Стерлитамагского филиала Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов Юрий Панчишин. Он не раз рассказывал своим ученикам о войне, понимая, что слово – это так мало даже для самого большого фантазера, если он не зрячий. Можно миллион раз рассказывать, но я много раз нашим мальчишкам особенно рассказывал, что вот есть такой у нас парк замечательный, где военная техника, что ведь ее можно потрогать руками, посмотреть для нас это все-таки, посмотреть руками. Но никак не получалось, а сегодня, слава богу, день выдался хороший. На специальный урок Гоша приехал из Кумертау. Дома его ждут с подробностями о необычной экскурсии. Кажется, рассказ будет эмоциональным. Мальчик не знает, что орудия победы, которые так его восторгают, повадились портить хулиганы. Такому ребенок удивился бы больше, чем габаритам пушки. Анна Пугачева, Андрей Тремайлов, Стерлита Мак, Служба новостей.